Как говорят, дело в том, что было предложено несколько вариантов, как бы еще увеличить внестимость троллейбуса. И вот ему сказали, либо увеличивать размер самой машины, либо цеплять прицеп, что, так отклоняясь немножко от темы, на самом деле было, либо делать двухэтажную машину. И вот, конечно, выбрал наиболее зрелищный вариант именно двухэтажный троллейбус. Был закуплен именно вот этот троллейбус в Англии, перевезен в Москву. Был причем перевезен очень интересно. Его сначала везли по морю до Петербурга, затем до Твери по железной дороге, и дальше по свежепостроенному каналу Москва-Волга он попал в Москву. И вот так вот он выглядел во время своих испытаний. А вот это его погрузка на корабль в каком-то из английских портов. Но вот, заметьте, очень интересно, у него сзади уже кто-то прицепил бумажку Курский вокзал. Хотя это, конечно, Англии, вон английские все остальные надписи, да и пейзаж такой совсем не российский. Но вот бумажку Курский вокзал уже успели подсунуть. Это он на Тверском путепроводе, переезжая через соединительный ветвь белорусского направления со всеми остальными. После испытаний, которые были признаны, естественно, успешными, он ушел на завод, где с него сняли все возможные размеры, и скопировали, назвав эту машину, ЕТБ-3. Занимался этим тот же самый Ярославский завод. Ну вот можно сравнить. Сверху это англичанин, а внизу это наш советский ЕТБ-3. Ну, машина была очень интересная, очень зрелищная. Надо сказать, что вот эта вот двухэтажность принесла некоторые технические сложности. Во-первых, пришлось поднимать контактную сеть примерно на метр, вот на тех линиях, где планировалось работать машин. И очень был низкий потолок в салонах. То есть вот под этот габарит надо было разместить не только приемники, но еще и два этажа. Поэтому, ну, где-то 177-180 сантиметров была высота потолков в этих машинах. Вот для сравнения ЕТБ-3 и англичанин у Рижского. Вокзал тогда назывался Рижевским. Вот можно сравнить габариты, насколько получился прирост у нового троллейбуса. Вот такая была его планировка. Сверху первый этаж снизу. Второй этаж. На фотографии дверь была всего одна первое время. Задняя дверь, накопительная площадка. И с ней либо проходишь в салон первый этаж, а либо поднимаешься наверх. А вот представьте себе, насколько классный был обзор вот оттуда сверху, когда ты едешь над всей улицей, а еще и дома небольшие. Ну, то есть практически экскурсионный готовый троллейбус. Ну, собственно говоря, их и пустили на две линии. Во-первых, это Ленинградка. Вторая это на всесоюзную, извиняюсь тогда, конечно, сельскохозяйственную выставку. Ну, вот здесь эти троллейбусы сняты на конечной станции окружная железная дорога. То есть это вот то самое пересечение Волоколамки и окружной. Даже вот две машины попало в кадр. И другая конечная этого же маршрута, площадь Тверской заставы. Сзади проглядывает кусочек Триумфальной арки, из которой только что выехал трамвай. И троллейбус СЛК на этой конечной. И вот машина 1, кстати, тоже добравшаяся наконец-то до Триумфальной арки, пусть и несколько позже, чем машина номер 2. Вторая линия прошла от Драгоминовской заставы до Площадь Революции. Фотографий по ней тоже очень много, но хотелось бы, конечно, показать то, что мы вообще себе сейчас представить не можем. Да, ну, во-первых, прекрасный вот этот снимок с регулировщиком на воздвиженке. Опять же, троллейбус СЛК, 1934 год. Троллейбус ходил по Арбату. Вот с какого-то из домов троллейбус на Старом Арбате. Мы сейчас и машин-то себе с трудом там можем представить, но нельзя забывать, что нового Арбата тогда не было. В принципе, на его месте была сеть небольших улиц и переулков, а основная магистраль была именно Старый Арбат, которая выходила в створ Бородинского моста, дальше переправляемся через реку, и дальше уже идем в сторону Киевского вокзала и за него, за Драгомиловской. Еще один кадр троллейбус на Арбате. Опять же, военные годы. Троллейбус в основной вид транспорта. Видим противотанковые ежи и проезжающий между ними троллейбус. И вот здесь тоже на Драгомиловской заграждении для танков и вдалеке едет троллейбус. Он же на Бородинском мосту. И вот, на мой взгляд, еще один прекраснейший совершенно кадр. Раскрашенное здание Манежа и на его фоне троллейбус ЕДБ. Подсказывает, что времени уже немного. Троллейбусы, так как на них упали основные перевозки, переводились в грузовые. Вот так они, например, могли выглядеть. Принципиально показывают только старые машины. Ну и, конечно, основное их, основное их конечное, это Площадь Революции, куда вскоре была продлена первая линия. И вот так выглядел их конечный, так вот выглядел охотный ряд. И вот это, конечно, прекрасный снимок на Арбатской площади с светящимся таким регулировщиком, подсвеченным. И опять же, сзади троллейбус. Затем происходит взрывной практически рост числа маршрутов. Постоянно открываются новые линии. Хотелось бы остановиться на одной, я уже на эту буду заканчивать. Это, конечно, самая парадная, самая главная, я бы сказал, линия страны. Это ВДНК. Выставка на протяжении народного хозяйства. 1954 год, открытие после реконструкции. И вот мы видим два, даже три троллейбуса у северной конечного того самого троллейбусного кольца. Очень интересно. Машина совсем не вот те, которые мы привыкли видеть на парадных открытках. Это машина на базе сделанного троллейбуса МДБ-82 уже после военного. Но вот так они выглядели. Здесь, конечно, бросается в глаза декор. То есть вот тот самый рабочий колхозница. И несколько увеличенный размер окон по сравнению со стандартными. ЕДБ вот так он выглядел. Ну, чтобы улучшить обзор для посетителей выставки. Практически экскурсионный маршрут. Кстати, троллейбусная конечная сохранилась до нашего времени. Вот буквально вчера с Яндекс.Панорамы мной была вытащена вот эта вот фотография. Это троллейбусная подстанция на ВДНХ, которая давала ток для троллейбусов. Еще несколько снимков на фоне павильона в ВДНХ. И, наконец, приходят троллейбусы, разработанные специально для выставки. С применением новых материалов. Это пластик, это гнутое стекло. И вот так вот они выглядят. ТБС, троллейбусы экскурсионные в СХВ. Построил их Соконческий вагоноремонтный завод. Уже с ВАРС. И вот так вот они выглядели. Ну, собственно говоря, у нас одна такая машина в музее сохранилась. Будем надеяться, что она еще покажет. Вот смотрите, какой обзор. Большие окна, прозрачный потолок. Действительно настоящий экскурсионный маршрут. Ну и другие троллейбусы тоже успели поработать на ВДНХ. Вот так они выглядели на Большой Грицевой аллее. Она существует сейчас. Конечно, троллейбусы там уже ничего не знают. Но вот так вот примерно уже вались троллейбусы с главным выставочным ансамблем страны. Поэтому надо сказать, что Москва без троллейбуса, это, конечно, не Москва. Роль его и в истории города, и в облике города огромна. Ну и будем надеяться, что из того маленького маршрутика Т, который у нас есть сейчас, ну мы со временем вырастим опять же до, ну если может быть не самой, хотя почему бы и нет, давайте до самой большой троллейбусной сети в мире, как, собственно, когда-то это и было. Поэтому с днем рождения троллейбуса, с днем рождения всех нас. Спасибо. Спасибо большое, Юра. Очень интересный рассказ. Многие не знали вот про все эти подробности, двухэтажные троллейбусы, там ВДНХ, что было. Вот. Я пользуюсь лучшим, порекомендую Юлю на экскурсии. Юра проводит экскурсии по Москве, по железным дорогам, по Балабой, ГОС, Полской железной дороге. Ищите Юру в соцсетях, движение Аркадзор, Москва, которой нет. На экскурсиях вы еще больше узнаете подробности, интересных фактов. У него очень все хорошо сказано, да. Вот. Сейчас продолжаем музыкальную программу. Выступит Алексей Макалевич и группа Project Bound. Да, и я напоминаю, вот сейчас моду новых гостей пришло. У нас там действует ярмарка, продажа, продаются сувениры, продаются книги про троллейбус, про другие виды транспорта. Нам приобрели память о фестивале, что-нибудь обязательно, сувенирчик. Вот. И, конечно же, диски музыкантов. Все музыканты, которые сегодня выступают, они там оставлю свои диски, можете купить на памяти. Музыкантов обязательно надо поддержать, потому что это нелегкое дело играть музыку, причем такую хорошую музыку. Музыкантов обычно. А здесь в доме, наверное, в доме, 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 в доме. Какая же шансы и в доме, в доме? Нет, да? Это нигде не поможет. Это здесь, например. У нас конкретно компот мероприятия. Я сейчас. Там по доме, что они работают? Иначе ты! Все. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...